Всем привет! В эфире УниверНьюз, а в студии я, Анна Глазунова. Наша команда собрала для тебя самые интересные новости студенчества и не только. Итак, смотри сегодня. История медиа успеха поделилась заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимулина. Все подробности съезда Российского психологического общества обсудили на пресс-конференции. Почетное звание донор крови было присвоено многим студентам Казанского университета. Нередко бывает, что люди страдают от проблем психологического плана. Многие даже не подозревают, что для их решения вовсе не обязательно тратить большие деньги на встречу с психоаналитиками. Суть основных проблем можно будет понять 5 октября на съезде Российского психологического общества. Данное мероприятие уже успело привлечь к себе внимание общественности. Чем же оно интересно, расскажет Адель Шамилова. День учителя запомнится педагогическому и научному сообществу Казани крупнейшим событием года. А причиной тому послужит шестой съезд Российского психологического общества, который начнет свою работу 5 октября на базе Казанского федерального университета. Немаловажно, что данное мероприятие КФУ принимает впервые. И поэтому в стенах вуза уже проходит колоссальная подготовка к грядущему событию. Подробности работы данного съезда давно не тайна. 4 октября представители Института психологии и образования КФУ анонсировали самую важную информацию на состоявшейся пресс-конференции. Казанский федеральный университет представляет из себя сейчас очень большой механизм. И надо отметить, что присоединение нескольких вузов позволило нам вывести исследование в области психологии на качество, на единую высоту. И, в частности, огромным преимуществом нашего университета является то, что имея в своей структуре медицинский блок инженерный, мы интегрируем психологию к развитию практически всех приоритетов. Как удалось выяснить, формат форума предусматривает собрание ведущих психологов Российской Федерации, представители региональных отделений Российского психологического общества, а также всех желающих обсудить ключевые проблемы современной психологической науки и практики. Например, если мы говорим о инженерной педагогике, это связано с производством симуляторов. И вы знаете о проблеме возможной гиперкизации, которая стоит перед современным человечеством. Это большая составляющая медицинских исследований. Итак, уже 5 октября Казанский университет объединит силы ведущих психологов страны. Немало важно, что проблемы и вопросы затронут не только педагогическую и детскую психологию. Также на повестке дня ожидается поиск решений целого ряда проблем психологических отраслей, которые предстоит решить специалистам данной науки с 5 по 7 октября. Адельша Милова, Владислав Пихневский, Универньюз. Казанский федеральный университет продолжает двигаться вверх. Он вошел в список четырех российских вузов в рейтинге агентства Times High Education. Подробности в следующем сюжете. В этом году Казанский федеральный университет значительно продвинулся за последний год в рейтинге Квакьерелли Саймонс и поднялся на 50 пунктов среди топ-университетов мира. В рейтинге Times Higher Education университет сохранил свои позиции, а также впервые был включен в предметные рейтинги агентства сразу по двум направлениям «бизнес и экономика» и «социальные науки». КФУ вошел в список из четырех университетов России, занявших свое место в рейтинге. В предметном рейтинге «бизнес и экономика» КФУ занял 176-200 место среди всех европейских университетов. Это свидетельствует о том, что научные исследования, проводимые Институтом управления экономики и финансов, ведутся на высшем уровне. Стоит отметить и высшую школу бизнеса КФУ. Она нацелена на формирование менеджеров международного уровня, обладающих глобальным видением, выходящим за пределы российского бизнеса. В предметном рейтинге «социальные науки» КФУ занял 201-250 место из 400 возможных, обогнав при этом Санкт-Петербургский государственный университет. Казанский федеральный университет занял третье место в данном направлении среди российских вузов. Высокая оценка рейтингового агентства подтверждает, что выбранные университетом направления развития соответствуют глобальным требованиям. Попадание в предметные рейтинги «бизнес и экономика и социальные науки» является закономерным, поскольку университет уже давно взаимодействует с сектором экономики Казани и Татарстана. Включение в рейтинг «Times Higher Education» подтверждает, что в Казанском федеральном университете создана образовательная площадка международного уровня. Артем Тупичкин, Универньюз. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с университетами Японии, расширяя учебную и научную программу. В этот раз КФУ сам отправился в страну восходящего солнца, чтобы заключить новые соглашения. Подробнее ты узнаешь сейчас в сюжете Олега Кашина. Делегация Казанского федерального университета совершила визит в Японию. В составе делегации президент Татарстана Рустам Миниханов, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и Андрей Киясов, проректор по биомедицинскому направлению, директор института фундаментальной медицины и биологии. В ходе двухдневного визита в Японию была совершена рабочая поездка в университет Канадзавы. Этот университет является старейшим японским партнером Казанского университета. Делегации университета удалось договориться о создании программы обмена студентов с университетом Канадзавы. Ежегодно в Японию будут отправлять около 70 казанских студентов. Уже в феврале студенты КФУ отправятся в Японию по программе обмена. Обучение будет проходить на английском языке. Важно отметить, что делегация Казанского федерального университета приняла участие в форуме президентов университетов всего мира. В числе представленных вузов, включая самые престижные из первой десятки мирового рейтинга, КФУ единственный представлял Россию. Завершится визит делегация рабочими встречами с университетом Рикен. Олег Кашин, Универ Ньюс. В среду, 4 октября, в шоуруме в рамках цикла мастер-классов «История медиа успеха» состоялась встреча с заслуженной артисткой Республики Тарстан, актрисой-радиоведущей Эльмирой Калимулиной. О том, как это было, смотри в следующем сюжете. Эльмира Калимулина стала известна на всю страну благодаря телепроекту «Голос», в первом сезоне которого она стала одной из финалисток, уступив в конце лишь землячке Дине Гариповой. Начался новый виток в моей жизни, и осознанности не было на 100%, что же это такое и вообще, что такое Первый канал. Первый канал, конечно, это глыба. Это тот локомотив, благодаря которому открываются новые горизонты. 4 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс Эльмиры Калимулины. В рамках цикла мастер-классов «История медиа успеха». Началась такая бурная жизнь только от одного, от трех минут на Первом канале. Три минуты в прайм-тайм на Первом канале, у меня же мурашки сейчас стоят, дали такой резонанс. На данный момент Эльмира не только дает концерты в России и Европе, работает радиоведущей, но и снимается в кино. Многосерийному фильму «Золотая орда», который еще не вышел в эфир, с финалисткой шоу «Голос» уже предвергает оглушительный успех. «Золотая орда» выходит весной 2018 года. Полгода проходили съемки. Сейчас закончен монтаж, и, насколько я знаю, сейчас работают уже графики. Эльмира – это девушка с горящими глазами, невероятным голосом и обаятельной улыбкой. К тому же от нее исходит такой сумасшедший заряд энергии, что хочется танцевать. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около полутора миллиона человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм при тяжелых родах или при проведении сложных операций. Помочь нуждающимся в донорской крови смогли студенты Казанского федерального университета. Смотрим. Сдать кровь и, возможно, спасти счета жизни, могли студенты Казанского федерального университета. Возле Уникса расположилась мобильная станция переливания крови. С 8.30 утра до 12.30 любой желающий, достигший 18-летнего возраста, мог принять участие в акции. Реализована она была добровольческим центром студентов КФУ «Планета добрых дел» в рамках государственной программы развития добровольного донорства. При себе необходимо иметь только паспорт, а также пройти небольшую процедуру перед сдачей крови, а именно заполнить сведения о себе и сдать кровь на анализы. И буквально в течение 10 минут врачи оглашают результат, подходит ли ваша кровь для переливания. Студенты Казанского университета рассказали, что привело их в центр переливания крови. В первую очередь, чтобы спасти людей, которые умирают от потери крови. Когда узнала, что проводится такая акция, вместе с твоим «Добрые дела» мне захотелось поучаствовать и помочь людям. У меня еще четвертая группа, редкая, и это здорово. Я всегда хотел попробовать стать донором. И сразу решил. «А есть какое-то ощущение, что эта кровь действительно пригодится кому-то?» «Да. Есть такое ощущение, что, может быть, кого-то она спасет даже». Для многих это первый опыт донорства, но уже сейчас молодые ребята и девушки осознают всю важность этой акции. И обещают, что обязательно придут снова. На сегодня это все. Будь всегда в теме с универ-ньюс. Пока-пока.